Не-не, народ, все не так просто. Мы сейчас на второй ферме Сунила. Были на первой, посмотрите видео обязательно. Были давно здесь, 9 месяцев назад. Все видео оставлю в описании. Почем бизнес, сколько стоит? Эта ферма более дешевле. Вот Наташка уже здоровается с ребятами. Сунил стоит. Намасте, ребята! Новая система. И вот эта ферма как раз, смотрите, она более сейчас в песке. Ой, смотри, как раз это алоэ зацвел. Насколько я помню, она без животных, да, эта ферма Вова? Да, но там были вот этот вот, который я опять забыла. Там кто-то живет. Уже с животными. Наташ, давай ты первая. Тебя не жалко? Да, тебя. Кто там? Там курятки. Там курятки, там еще свет. Можешь как-то обойдем с другой стороны, покажем. И вот смотрите, аллея пальмочек такая, среди песка. Слушай, это такой зонный. Даже не могу понять. Тут запах такого свежего, я не знаю. Свежего. Слушай, навоза вместе с землей. Я не то хотела сказать. Каким-то цветением. Слушайте, ребята, это прекрасный запах, да? Как бы слышится это очень глупо, да? Что это прекрасно. Это реально прекрасный запах. Может, ну реально... Какой ветрюган. Зеленое море вот прямо. Слышно. Переведи, если видно, вот это зеленое море. Сейчас подойдем. Да, здесь намного больше, чем было. Эта ферма намного дешевле, чем первая. Повторю все видео про цены, как вести бизнес, сколько стоят фермы, что там продавать и как, оставлю в описании. Мы были здесь также, по-моему, в марте прошлого года. То есть, 9 месяцев назад. Что же изменилось? Ох. А солнышко-то припекает, несмотря на то, что сейчас зима. На первой ферме мы были в курточках. Причем это. Сегодня облачно. Но, видишь, облачки разошлись. Сейчас уже полдвенадцатого дня. И опять началось. Снова обратите внимание, поливочная система. Класс! Все шлангочки подведены. Все четенько. И опять вот эти кастард. Кастард. Горчица ты имеешь в виду? Нет. Вот этот называется овощ, фрукт. Пишите в комментах, кто в курсе, кто знает. Мамардика. Его Мамардика, по-моему, называют. Что, я не помню, Мамардика. Вот он лежит. Посмотри, красавчик. Покажи. А, этот индийский огурец. Ну, это я его называю индийский огурец. Но, по-моему, он не так называется. Да. А может, и называется кастард. А вот он и висит, красавчик какой. Посмотри, какой красавчик. Ох, кто эту Мамардику-то пробовал? Рассказывайте, что за вкус такой. По-моему, Мамардика. На верблюжьих бегах футбол и верблюжьи бега. Особенно мальчишки. Все, что может сделать их счастливыми. Так, это вот эти две вещи. Смотрим, да. Пустыня, пустынечка, песочек. Что это за палки какие-то? Это оно выросло? И растения. Ну, не знаю. Мне вообще какие-то тополя маленькие напоминают. Я слушаю. Ну, это ж не... Или это они подвязывали? Слушай, это палки для подвязки. Какие красивые палки для подвязки. Ну, все эти... Ага. Красота. Да. А вон целое поле пустует. Пустует. Пока пустует, да. Ну, пока. Уже время, ты знаешь. Хотя они засадят траву. Она стоит. Когда, Сунил говорил, 20 дней новая, 20 дней новая. Боже, какие эти... Я их буду огурцами называть. Они такие красивые. Ну, чтобы отличие от других огурцов, называй индийскими. Огурцами. Белым. Надо попробовать будет, кстати. Время начать. Надо шуметь каким-нибудь. Между нами пустыня. Наши счастья, мираж. Подпевайте с нами. Так, ну, это вот только этих маммардики здесь. А с другой стороны, Наташа, как это называется? Это как называются эти растения? Я не помню. Помнишь, это... Ой, может, это горох даже. Горох? Сейчас вам свайп нам. А, по-моему, да. Сейчас, смотрите. Уже такие плоды. Стручки были. Видно же уже что-то какие-то вот эти... А, да, вот же. Видишь, стручки уже такие есть? Не знаю. Горох, наверное, все-таки. Хотя фасоль здесь тоже очень популярна. Сейчас идем в ту степь показывать вам, что там находится. А вот то, что не засажено еще. Смотрите. Пустыня. И такой ветер дует. Это, конечно, громадный труд. И мозги нужно иметь, чтобы засадить пустыню. Ох ты! Молодец у Нил, конечно. Дай бог, все у него получится. Вперед. Оттуда мы с вами пришли. Смотрите, какие шланги новые. Пылевочная система. Издалека мне шины напоминают. Вот аллея Пальм. И вот оно, зеленое поле. Посмотрите, просто вообще как шикарное. Шикарный цвет. Палаточки снова. Люди в работе. Чая. Запах чая. Значит, мы на чайных полях. Плантации Шри-Ланки. С Бергамотом, да? Вот в Чайрл-Крей. И вот этот запах. Как-то оно все смешалось. И такое полу... Да, чувствую. Очень приятно здесь находиться. Класс. Пальмы, трава, пустыня. Сняла сколько шлангов? Вон они меняются. Да, да. Паливочная система. Капельная здесь в порядке. Это вот эта вот трава, которая как раз ввозит на результат денежный сунила. Популярная для верблюдов. Ой, смотри, стульчик. Совсем как у папы на даче. Тоже всегда куча стульчиков. Папа сидит, пропалывает. Ааа, вообще красота. Нет, Наташа все время говорит, почему-то на ферме чувствуешь себя как на даче. Но я просто вижу, что полоть нужно, сразу чувствую. Ох, видите, дальше уже пустыня. Такой горочка песка. Ха-ха. Да, Наташа? Вот они сняли целое это. Оно уже начало расти. Ну да, 20 дней, как ты напомнила, а Сунил рассказывал. Опять-таки, народ, обязательно посмотрите видео в описании. Там все деньги, сколько все стоит, сколько Сунил вкладывал. Ох, просто ветерище такой. И колосится зеленое поле вкусных травы. Джад, как-то она называется. Чи Джадав, не помню уже. Хотя нет, Джадав это район в Дубае, где мы в отеле останавливались. Классный отель. Видео вы уже смотрели, в описании я оставлю. Ой, классно. Это просто вообще. Ну, посмотрите, ну как здесь заботятся, да? Страна, пустыня, песок. И здесь поливочная система умнее сделана, чем уж точно на многих дачах. Ну, Наташа, ты же знаешь, что Эмираты на 90% зависимы от продовольствия, от импорта. Ну, я не знала. 90% представляешь? Ну, вот, Наташа рассказала. То есть, продуктовая безопасность, да, вообще, это первая позиция. Не, ну, еда, в принципе, вообще наше все. Хочется прыгнуть и поплыть. Аккуратно. Наташа, хочешь прыгнуть. Давай, Наташа, ну, давай. Показывай. Показывай, как ты хотела прыгнуть. Поставьте лайк. Ай, класс. Такая красота. Просто мы в зелени, мы в пустыне, мы в Эмиратах. Это Эмират Абу-Даби возле города Эляйн, район Эль-Ваган. Так что, кто знает, пишите, были ли в этом районе. Но вообще, конечно, сейчас тяжеловато поехать и в Абу-Даби, и в Эляйн. Да, нужно обязательно палка в носик. Не надеемся, что настанут нормальные времена, что я вам рассказываю. Ну, здесь уже прокраска так тяжеловато. Помню разок в прошлое я зацепилась пару раз за шланги на ферме. Сейчас просто иду аккуратненько. Ну, в основном, да, эта ферма более дешевле, как Сунил ее арендует. Смотрите, почти все здесь находится в распоряжении этой верблюжьей травы. Она даже больше денег, мне кажется, приносит, чем там. Конечно. В прошлый раз здесь были, по-моему, много и фиников мы видели, и баклажанов. Нет, финики не здесь. Здесь баклажаны мы видели, горох потом. Что-то еще мы видели. Ну, эти вот индийские огурцы. Что-то овощное было, и очень много. А сейчас просто вот все завязано на... На траве, которая дает деньги. Повторимся, Сунил сегодня перед тем, как заехать за нами. Встал в 4 утра, в 5 уже был на рынке, на рынке Эляйна. Заплатил за въезд, за продажу 16 дирхам всего. Что за деньги такие? Вообще ничего. Продал всю траву и в 9 уже за нами заехал. Так что, прикольный бизнес, молодец. Наташа все не может нагуляться. Ну да, мы в Эмиратах живем, у нас, конечно, тут песка больше, чем зелень, поэтому мы очень рады, когда мы видим. Наш Элянь, кстати, Элянь считают зеленым городом. Оставлю плейлист про Элянь в описании. У нас тоже здесь много достопримечательностей и намного древнее, чем в Дубае, это точно. Наташ, ты объедаешься у него? Верблюдов. А, верблюдов. Ну ладно. Гора песка такая, знаете, стоишь так и думаешь. О, он пустыненько там, пустыненько. Надо, чтобы у меня горб не вырос. Да, вряд ли от травы-то. Да? О, шикарно. Представляешь, как здесь тихо, когда мы, вот, вечером, да даже сейчас. Ну, вообще тихо, реально никого нет. Там как-то и животных много на той ферме, здесь только курочки, да? Надо будет посмотреть, что есть. рядом здесь овцы, где-то слышно, что-то дует. Такой ветерище, такой просто, вообще так дует. Ну, хорошо так, но главное, честно, не обгореть. Мы сказали, что животных здесь нет. Смотрите, какой кузнечик здесь, или саранча, как сказать. Ну, вот саранча, это плохо. Это кузнечик. Будем надеяться, что это кузнечик. Мне кажется, он жрет траву. Здоровый кузнец какой. Кстати, саранча, это не социальное животное. Ты знал? Насекомое. Им вообще-то все, что в социум, это неинтересно. Вышли мы уже на аллею пальм. Повторюсь, в прошлом видео я сказала, кто делает свои участки зелеными. Правительство Эмиратов за вот высаженные пальмы дает 6 тысяч дирхам. Это в месяц, Наташа, или в год? В месяц, по-моему. В месяц, по-моему, тоже. Ну, неплохо так месяц, такая помощь. Ох, такие пальмы. Видно, что не сильно зеленые, такие беловатые листья выгорели на солнце. Конечно, жарко здесь. Сейчас зима еще хорошо, прохладные месяцы. А так, конечно, здесь пекло. Те жесткие листья, вообще даже порезаться можно. Такое прямо. Ну, звук, звук еще раз. Вот здесь и звук такой, как будто. Так кажется, что такое миленькое, нежное. Порезаться можно запросто. Запросто. Если так щухает. Пустынька. Вот черноземчик копают. Черноземчик копают? Ну, в смысле, удабривают землю. Ну, копают. Это же из-за мана, да, Сунил говорил? Из-за мана. Ну, в прошлый раз, да, он говорил. И вот здесь такое зеленое чудо, зеленое море. И ветер просто аж трещит, трещит ветер. Вот какое-то устройство это. Ну, да, наверное, пропалывать, спахивать землю. Я даже не знаю, распахивать землю. Ух ты, класс. Я машина BBC. Ну, классная тема. По катушке устроить. Только надо знать, какими пользоваться. Ну, что, народ, как вам фермочки в Эмиратах? У кого есть дача, пишите, сравнимо ли это с эмиратской фермой, особенно поливочные все эти дренажи, система капельного полива, как нам сообщила Людочка, что это. Тебе привет, кстати. Ой, классно здесь, хороший ветер, хороший воздух. Но вы знаете, этот ветер, конечно, подлый, он подует, и мы можем сгореть. Что там Наташа улыбается, показывает мне. Подождите. Маленький бархан? Маленькие барханы. Ну, вот, видишь, прямо ветер, песок подывает. Красиво. Такой свет, кричит. У земли. Почвы. Ну, вот, что там. Выход на свободу. Здоровые теплицы. Ну, это все. Да, теплицы, кстати, вам видно. Сунил сказал, одна теплица сколько? 20 тысяч рхам стоит ее сделать. Да, 20 тысяч рхам, ну и, конечно же, это больше денег приносит. Да, и больше денег приносит, потому что нормальные такие, как бы, там овощи выращивают, и круглый год, нет зависимости от поры года, от времени года. Ну, это фермочка сейчас такая, как небольшая, кажется. Нам она больше понравилась, когда мы пришли первый раз, приехали первый раз сюда, в марте прошлого года, 9 месяцев назад, 10 месяцев назад где-то уже. Вот, так она, и понравилось то, что она дешевле была, и такая вот зеленая, здесь очень много, по-моему, на этом месте росло овощей. Баклажанчиков мы набрали, что-то еще, в общем, видео посмотрите, увидите. А сейчас как-то, видимо, Сунил переключился на самое выгодное, на эту траву, и говорит, бизнес идет, все нормально, ему нравится, и деньги хорошие, поэтому мы за него рады. Так что, и пальмочки, конечно, есть, 6 тысяч в месяц, дирхам, это вообще хорошее подспорье для фермера. А мы здесь гуляем по пустынке, мы радуемся прогулочке, и нам так хорошо задувает, ветерок. Ну и солнышко печет, поскольку мы в Эмиратах, круглый год солнце, даже если это зима. Надо назвать видео, ничего личного, только бизнес. Да, поскольку тут только для верблюда все, то есть здесь, ничего личного, только бизнес. А вот и эта самая трава, уже готовая к продаже. Мне кажется, что она даже пучки перевязана, нет? Вот что это такое? Ну, наверное, да. Они свяжут по ту. Не, она еще не перевязана, но вот она немножко подсохнет, и они... Приготовленная вон там лежит, и здесь. Ну да, пока удобно. И вон еще, и вон еще в машинку закинул, и все, и повез продавать. Вот такой запах шикарный, который мы вам говорили в начале видео. Да, запах супер, да? Запах вообще. Натуральной природы. Вон курочки, надеюсь, вам видно, так как-то у них уютненько свет горит, ну, как под Новый год. Всех с прошедшим, кстати. Какие-то они грустные курочки по сравнению с той фермой. Даша пошла на водохранилище. Посмотрим сейчас, что там. Ну что, поднимемся, посмотрим, как здесь с водой. В прошлый раз здесь было много воды. Воды что-то мало сейчас. Угу, ну, может набираться должна, не знаю. И гора красиво видна. Ох. Сейчас еще раз поднимусь выше. Обозреваем ферму. Наташа рядом с курочками. Пустынька, зеленые поля, ветер. Смотри, у них алоя цветет, а у нас еще нет. Солнце не хватает, а здесь солнце. О, Сунил что там делает, смотри. А вон он, напротив. Идем глянем, что там. А вот дорога, как приезжать сюда, к Сунилу. Чуть не лятнула, на дачу. У меня просто такая же дорога была. Автобус приходит, и рядом стоят, рядом стоят уже домики. Дачные домики. Не, ну реально, мне эта ферма дачу напоминает. Все, я иду в один конец, Наташа в другой. Где-нибудь встретимся. Сунил что-то наверху с ребятами делает. Дай, ты хочешь купить этот? А Сунил уже думает о расширении бизнеса. Пойдем посмотрим соседнюю ферму. Как это? Найс, это только камелграсс, да? Камелграсс и венитарный 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 индийский кукомбер. Карелла. 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 Ага, то есть индийский огурец это карелла. Давайте посмотрим здесь другую ферму. Ёлки-палки. У него, говорит, совсем новая. такая подзапущенная, но пальмочки, видите, 6000 дирхам делает свое дело. Пальмочками засаживают без вопросов. Ребята подойдут тусить, наверное. Вот такая вот ферма совсем в песке еще. Ага. Ну вот, поливалочка готова, то какие-то трубы все ржавые, как мне кажется. Ну, дайте-ка я с вами с вами зайду сюда. Ну и ступеньки такие, дай бог не навернуться. Опа, забрались. Ну да, здесь такое грязноватое дно. Сунила, конечно, все намного чище. Наташа расспрашивает его, видимо, о бизнесе. Ну что, планировали бы вы бизнес в Эмиратах? Ой, поверьте, такая долботня. В общем, если интересно, смотрите наши видео, пишите коменты. В первых двух видео мы все про цены спросили, как оно все работает. А вот работники Сунила, персонал, которому нормальную зарплату платит. Молодец, кстати. Так что, здесь ступенечки. Дай бог не слететь. Сунила, это только для аренды, нет, не для продажи. Он тоже взял в аренду на прошлой неделе. И это тоже как вот и соседняя на пять лет. И, конечно же, цена его устраивает полностью. Ну, то есть, он уже знает цены. Не хорошо, что это рядом. Вообще, перешел, если не надо ездить, не надо ездить. Да, перешел, раз и попал. То есть, Сунила эту ферму будет засаживать. Ну, вообще, красавчик, вот бизнесмен. У него же какая-то возле Абудаби, мы там еще не были. То есть, это четвертая ферма Сунила. Народ, а вот так вот. Непальский парень, таксист, а вот так вот. Четыре фермы в Эмиратах. Четыре! Ставьте лайки, и я желаю, чтобы у вас так же бизнес развивался. Вот так вот. Сунил ведет бизнес, пока мы гуляем по новой ферме. Так что, вот так вот. Ехали посмотреть одну, попали на на одну и на вторую, и на третью. Ох, какие здесь просто такие разводы пустынные, да, барханы. Как Инташа сказала, ну, мусора целая куча. Холодно, капец. Реально холодно. Ну, тут мусор, конечно, все строительное. Дубарь, блин, реальный. Дубарь реальный. Вот это да. Мы прям проверяем, как такие, как эти, как уже хозяева. Да, лучше не трогать, я так понимаю. Ну, что, это была, наверное, кухня. Посмотрите, как люди жили. Все простенько. Ага. В чему жили, еще и живут, так сейчас некоторые. Да. Так, кто здесь? Это второй кост? А, это туалет. Подожди, спасибо. Да, ты зайди, проверь сначала, чтобы... Туалет прямо... Кстати, ничего не пахнет, туалет в полу. Ничего не пахнет. Все отлично. Запаха никакого постороннего. Ну да, нормас так вообще. Нормас? Нормас. Каждый кольмой нормас. Вот так. По метражу, как это, по площади одинаковые. Они как зеркальные. Ну да, ткани есть зеркальные. Ну классно. Так что. Еще тазики малюрованы, пожалуйста. Все есть. Все есть прям уже. Ничего покупать не нужно, да? Ну да. Хотя система может этого всего, как это, оборудование, которое... Ну конечно, ему надо сейчас опять это все, фильтрация воды, электричество, генераторы, то, что... Ну вот в этой ферме, в соседней, во второй, самая дешевая ферма была готова все уже. А-а-а. Помнишь? Да. Это с первого он хорошо там вложился. Он фильтры должен 8 штук менять каждый месяц. 8 штук. А вот сколько одно они начали говорить, я не знаю сколько. Вот сам, чтобы фильтровать эту соленую воду... Ну, деньги, деньги приличные. А там же фильтры вот такие вот стоят. Вот эти вот здоровые такие фильтры. 8 штук поменять. А на той ферме 10 штук я посчитала. Он говорит, здесь 8. Наташа молодец, уже все посчитала. Так что, вот вам и бизнес, народ в Эмиратах. Отели, туризм, школы, фитнес-центры и... И, конечно же, фермы все хотят кушать. Да, Сунил? Мы не знаем, Сунил прикололся или нет. Сказал, идите туда, погуляйте прямо и верните. Конечно, прикололся, чтобы нам время занять. Ему надо поговорить. Он все время занят. Он все время на телефоне. Мне нравится, когда у нас везет куда-нибудь, да, вот в Эмиратах. Он все время общается с кем-то. Ну, все, Сунил сказал, идти мы идем. И он говорит это, извините, пожалуйста, что я все время говорю. А мне так нравится, как он разговаривает и даже это убаюкивает. Но он все время он за рулем вообще, как монстр. Он трубку и нежит. Ладно, Сунил сказал, пройтись мы идем. Видите отличие? Что, Сунил сказал? Такие же пальмы, ничего еще нет, да? Только пустыня. Ну, чего он, как канализация? С обеих боков. Собием, у нас, смотри, даже уже похоже что-то новое, не знаю. Кто-то уже что-то сделал. Тимух целая куча почему-то. Или это насос будет стоять здесь, наверное, не канализация? Я не знаю. Но мы смело продвигаемся вперед. О, пивко. Где пивко? Ой-ой-ой. Запрещенка, запрещенка. Может, не работники Сунил? Да, Red Horse. Кстати, самое популярное дешевое пиво здесь. А сколько здесь процентов? По-моему, 8 градусов. Да, 8 процентов. Оно как реально спирт. Не бить. А мы что, пробовали? Я не помню. Red Horse, по-моему, пробовали. Ну, я знаю, что мы, да, если я знаю, что они кушают, значит пробовали. Такой вот спирт такой. О, вспомнила. Как мы это делаем? Ну, самое дешевое здесь. Ну, да. соответственно. О, я еще нашла орудие труда. Так, ну, хватит уже тут полить. Ребята, Made in Jepo на секундочку. Я сейчас Сунилу подарю. Его первое орудие труда. Видно? Ну, я не знаю, видно ли мне так солнце слепит. Просто поверьте. Вот такой вот. Он не зря меня сюда послал. Господи, что ты принесла? А зачем вот эти штуки? Я не могу понять. Вот они лежат, эти металлические. Не знаю. То ли, даже там вот видишь, как шухлядка какая-то. То ли они туда огонь ставят. Не могу понять. Как будет на английском орудие труда? Ой, не, даже что ты меня валишь. Да в словаре смотреть. У нас будет натуральный обмен. Я ему орудие труда, Сунилась довозит до дома. Тут грибы есть? Я хочу грибы. Под эти, под пальмовики. Пальмовики, да? Под пальмовики. Кто-то, я читала, вроде бы, люди говорят, где есть, тут лечит, есть грибы. Под пальмовики? Ну, может, не знаю, под какими-то другими деревьями. Под пальмовики? Серьезно? А смотри, вот это же вот, видишь, какие? да? Вот это их надо обрубать, наверное, вот эти вот все. Чтобы они не мешали мамкам жить? Ну да. Вот, смотри, сколько паноросло здесь. Реально много. Ох, смотрите, просто долгая дорога в пустыне. Ну, их поливают, вот это, семья мокрая. Народ, вот сегодня мы по фермам и поездили, показали вам два видео. Это вот мы сейчас на второй ферме прощаемся с вами, которая более дешевле и более классный бизнес. Практически все было уже готово, и оборудование здесь, и посадочные поля. То есть, ну, тут Сунил вообще не парился, мы за него рады, да? Да. А на первой ферме, как он говорит, это для меня большой опыт. Хоть и денежный, но большой опыт. Спасибо за этот опыт. Но больше не надо. Да, вложил он там до фидищи, конечно. Так что, такой у нас сегодня контент. Потом мы вернемся в Дубай, будем вас радовать дубайскими видео, также абудабскими, и ляйновскими, в общем, показывать Эмираты. А вы будьте с нами, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте обязательно. До встречи. До встречи, пока.